Рис. Мы видим рис сквозь рыбу на Филадельфии. Да, вы скажете, это всего 600 рублей, но рис с сыром станет дешевле. Перебьем вкус. Тунец, что ли? Всем привет! Это Василий, канал Прокшевъезд. И сегодня у нас тупой четверг. Мы решили обратиться к почтенной теме роллов. И не просто роллов. Есть такой жанр кулинарного мастерства, называется ролл из фудкорта. Ну, знаете, в больших гипермаркетах стоят такие лотки, и там режут роллы, и прямо их выдают. Мы все сделали правильно, сразу же. Все делали как надо. В теплой машине подержали, на подоконник положили. Все, что делают реально с этими роллами, все мы сделали. 600 рублей стоит вот такой вот наборчик замечательный. Тут у нас раз, два, три, четыре. Четыре раза по пол ролла получается. Ну, если 8 кусков считать стандартным, то тут у нас по 4 кусочка. Сейчас мы посмотрим, что это вообще такое, и можно ли это вообще питаться этим. Давайте для начала взвесим, узнаем, сколько это... Пусть здесь с коробкой будет, ладно. Полкило, ну, 12 граммов, может быть, 12 граммов, это как раз коробка и весит. Итак, у нас полкилограмма роллов за 600 рублев. Давайте открываем. Чтоб вы не думали, не дай бог, от меня сморачивали. Это человек, он уже в коробке лежал, когда я пришел. И первое, что мы видим, мое любимое, рис. Мы видим рис сквозь рыбу на Филадельфии. Казалось бы, рыба, ну, материальный объект, как бы, и непрозрачный. Это не стекло, это не полиэтиленовая пленка, это не, там, сапфир какой-нибудь. Чего видно не должно быть, это рыба. Но нет, рис абсолютно чонко, проглядывает. И сейчас будет действительно тяжелое испытание для моих весов, достаточно нечувствительное, чтобы взвесить рыбу с одного из этих Филадельфий. О, шеф, я вас вижу. Прозрачность, прозрачность. Нет. А, да, 3 грамма. 3 грамма рыбы на 4 ролла. Итого ушло, значит, 12 граммов лосося на эту Филадельфию. Это, я вам скажу, довольно, довольно экономно. Если среди вас есть сторонники охраны природы, вы должны порадоваться, потому что одного лосося этой конторе хватит, чтобы работать в течение года, я думаю. Давайте попробуем. Пахнет чуть-чуть киней. Ну ладно. Филадельфия. Естественно, 3 грамма рыбы почувствовать нельзя никак. Так, сколько сам, вот, общий вес, мне интересен кусочек вот этого. 31 грамм. Ну, в принципе, десятая часть веса. Так, так. Десятая часть веса занимает рыба, что не похоже, честно говоря. Вообще не приятно. Это просто кусок творожного сыра, очень дешевого. Похоже на пластиковую замазку. Крошечный кусочек огурца. И рис. То есть это вот творожный сыр с рисом. Ничего там, никакой рыбы, естественно, там почувствовать невозможно. Да, вы скажете, это всего 600 рублей, но рис с сыром станет дешевле. С таким сыром, на самом деле. Так, тут у нас вообще чистый случай. Ладно, скажите, вот ты взял с краю, это был типа не тот кусок. Ой, тут что-то есть. А, вот, что-то крабовая палка. Крабовая палка. Палка от Бенгерес, скорее всего. Ну, кстати, вот этот мазик сверху, с широчей, он вкусный. Вот, благодаря ему, вот этот ролл с терияки, с майонезом, с остринкой. Крабовая палка, но это, опять-таки, просто рис с соусом. Там есть крабовая палка, но даже она не чувствуется. Перебьем вкус, чтобы не смешать. Ломчиком ломчиком ломбеля. И попробуем следующий ролл. Так. Тунец, что ли? Или это помидор? Да, это помидор. Какой-то тунец. Тунец! Ага. Так, короче, помидор, крабовая палка. Кранч, лук, который вымок и перестал быть кранч. Кранч это хрустящий, если что. Ролли на этой. 29 граммов. Слушайте, у них зато как в аптеке. 30 граммов один кусочек. Не, у меня это провал. Вот это, в большинстве, я чувствую, не самый свежий помидор. И вот этот вот вымокший лук. Фу, казалось. Ну и брат-близнец ролла с майонезом. Ролл с майонезом и икрой летучей рыбы. Какая-то слиплась. Тоже крабовая палка. Только поделил. 29. А в фиксер по 29. У того чувака, кстати, скрутил два салмазка. У чего-то этот ролл самый вкусный. За счет майонеза. И вкусный тереяк. Слушайте, если я до этого сомневался, что там готовят роботы, теперь я в этом убежден. Во-первых, нарезать так тонко рыбу человеку не под силу. А во-вторых, нарезать ролл, чтобы каждый кусочек был ровно 29 граммов. Короче, это какой-то кибернетический мозг на них работает. Если же в целом по этому сету, то на самом деле, давайте будем честными, вы не расстройтесь, особенно если убрать отсюда вот этот ролл с кранч луком, он отвратительный. Вот эти вот штуки с мазиком и крабовой палкой, они довольно нежные, такие сладко-жижненько-кислые, с легкой остринкой. В Филадельфии просто вот вы едите сыр с рисом. Вы не будете расстроены. Вам не кажется, что вы поели кого-то кало? И это не ролл, это не ролл. Это рис с майонезом, с соусом. Его не обязательно скручивать для этого в рулет, поймите. Вы можете купить рис. Вот купить вот этот вот соус в китайском магазине. Китайский майонез. Японский майонез, если подороже. Купить соус в терияке, сделать себе кастрюлю этого риса, залить этим соусом и есть его. Это будет то же самое ровно, только сильно дешево. Я, честно говоря, не понимаю прикола покупания роллов. Но раз они там стоят, эти люди, наверное, они там не благотворительностью занимаются, наверное, какую-то выгоду получаются. Не знаю, если вам нравится где-то на фудкортах роллы, напишите в комментариях. Мне интересно, потому что я ни разу не встречал на фудкортах ничего прилично вот именно в таком формате. Там иногда просто работает ресторан на фудкорте, типа вот японская кухня и рестораны. Там просто столики его ставят. Это другой вопрос. Вот именно такая вот стоечка, там мужик строгает роллы и вот таких коробок от их отпихивает. Вот в таком формате встречался ли вам что-то прилично. Мне интересно. Вот. И вообще пишите комментарии. Никогда лишним не бывает. Ставьте лайк. Еще раз мы тут поспорили, назвал Валерия Бустеров. Возможно, я не прав, я и не назвал. С удовольствием повторю в любом случае. Спасибо. Деду Антону Мангелеву, Юрию Соколовой, Павлу Петрову, Архману, Жене Моменко и Владиславе Александровичу. Чтоб я вам тоже сказал спасибо, ссылка в описании. А я себя люблю при некоторых. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!